Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим варенье из баклажан. Да, я вас удивила, но те, кто живут в Азербайджане, не удивляются, потому что у нас варят это варенье. И я хочу поделиться с вами. Посмотрите, берем баклажаны небольшие, чтобы вмещалось в ладошку или размером вашего пальца. Очистили шкурочку и на 1 литр воды добавляем 1-2 чайные ложки соли. Опускаем наши баклажаны в воду соленую и оставляем минут на 20. Через 20-25 минут слейте воду и хорошенечко промойте баклажаны. Теперь возьмем вторую воду. Это будет тоже самое литр воды, но чайная сода. Столовая ложка, а то и полтора. Баклажаны можете проткнуть каким-нибудь острым предметом в нескольких местах, это может быть и вилка. Опускаем баклажаны в воду и оставляем на 2 часа. Накройте чем-нибудь тяжелым, чтобы они не всплывали, чтобы все были полностью в этой воде. Потом сливаем воду, прокипятим их 20 минут, 15 минут в горячей воде. Все, слили воду, можем готовить варенье. На каждый килограмм баклажан нам понадобится 3 стакана воды и 1,2 кг сахарного песка. Все, я взяла 2 гвоздички. Вы можете взять кору корицы, можете взять кардамон. Кто что любит, можете взять апельсиновые корочки или лимонные корочки. Аромат зависит от вас. Может быть, просто ванилин. Ставим на огонь и варим. Как заметили, я высыпала половину сахара, то есть полпорции и варим, прямо кипятим полчаса. Через полчаса, как прокипело все, я достаю отсюда гвоздику, чтобы аромат сильно не надоедал вам, когда вы кушаете это варенье. Досыпаю остальной сахар, накрываю крышку, все это горячее еще, накрываю крышку и оставляю, чтобы она остыла. После того, как остыла часа два, а то и три, ставим на огонь и варим до полной готовности. А как определить, что они готовы? Вот посмотрите, берем баклажан и смотрим, верхняя корочка, она как будто прозрачная. Видны даже косточки, если вы обратите внимание. Теперь проверим водичку. Сироп. Готов ли сироп? Ну, если баклажаны уже прозрачные, варенье, можем сказать, на 90 процентов, что готово. Но, опять же, проверим сироп тоже. Для того, чтобы наше варенье не засахарилось, обязательно нарезаем пол лимона. Я, например, бросаю прямо со шкурками, а вы, если не любите, можете выжать просто сок половины лимона. До окончания варки минут где-то 5-10. Вот так. Теперь проверим сок. Сироп. Капнем на тарелочку. Видите, оно немножечко растекается. В принципе, это нормально, потому что горячее. Ну, проведем еще ложкой. Посмотрим, соединяется ли вот та дорожка, которая след оставленной ложкой. Да, соединяется, но неохотно. Проверим второй раз, чтобы быть полностью уверенным. То есть, я капну еще две капли. Подожду, чтобы оно немножечко остыло, а потом проведу по ней ложкой. Ну, этот все-таки он сходится. Значит, надо проверить еще раз. Вот, один, два. И оставлю в стороночке, чтобы оно чуть-чуть остыло. Смотрим. Не растекается. Ложкой провели. Тоже не сходится. Значит, варенье готово. Теперь я пробую. Я хочу, чтобы вы увидели, как его едят. Вот так разделила пополам. Можете взять сразу. Ну, можете взять маленький кусочек. Вы же будете пробовать, наверное, первый раз. Ну как, понравилось? Приготовьте обязательно. Я не каждый год готовлю это варенье. Это варенье, я считаю, что для гурманов. И готовлю его где-то в два-три года один раз. И очень люблю его. Так же, как и ореховое варенье, так же, как апельсиновое варенье, мятное варенье. Варенья очень много, вы сами знаете. Хотя сахар не настолько полезен, сколько мы раньше это думали. Ну, вот так. Вот такое оно прозрачное, янтарное, красивое, необычное, вкусное варенье. Желаю вам удачи. Приготовьте обязательно. Поделитесь этим видео. Будьте добры. Это мне очень надо. Вам, у вас не уйдет много времени. А мне это поможет. Ну что ж, пишите, я отвечу на ваши вопросы. Желаю вам всем удачи, счастья, благополучия. Делитесь видео, подписывайтесь на канал и увидите новые, новые вещи, которые вы никогда не готовили и не пробовали. А пока, пока, пока. Желаю всем удачи, счастье и мира над головой. Увидимся!